Народное славянское радио Всем здравия! Я Елена Андреева. Сегодня мы с вами находимся в Святая Святых Мастера, где рождаются удивительные изделия из бересты. И мой собеседник Евгений Побегус, мастер берестяных изделий. Здравия, Евгений! Здравия, Елена! Евгений, скажите, пожалуйста, откуда берутся такие удивительные мастера? Какая земля рождает? Откуда вы родом? Расскажите о себе. Родом я с северного Казахстана. Граница, почти граница с Алтайским краем. Когда-то родители у меня туда поехали поднимать селину, комсомольцы. Вот родился я, можно сказать, на границе с Алтайским краем, в северном Казахстане. А каким образом здесь оказались, под Москвой? Ну, а здесь оказался, наверное, судьба так сложилась. Или боги призвали, не знаю. Так получилось. Течение жизни реки. Да. Вроде не мечтал никогда жить именно в городе, да еще в Москве. А вот судьба завела. Наверное, нужен я кому-то был. Да, наверное, Москва все-таки привлекает к себе очень многих удивительных людей. Мы сегодня познакомились с вашими произведениями искусства. На самом деле, держать в руках такое изделие, а тем более, иметь дома такое изделие, выполненное с душой, выполненное по народным традициям. Расскажите, пожалуйста, как рождаются ваши изделия? Ну, рождаются они вот этими руками. Сначала в голове рождаются, придумываясь рисунок, думаясь. Ну, вот за этим столом работаем. А вот узоры изделия вот... А узоры я сам придумываю. Это приходят именно к вам или вы берете откуда-то? Нет, это я сажусь и придумываю сам вот эти все резьбу, ажурную резьбу. Она похожа как раз, как у нас русские платки ажурные, оренбургский платок. Там тоже вязь, резьба. Только там не резьба, но вязь называется. Вот это и есть вязь. Я ее сам придумываю. Колосок куда ставить, куда что-то ставить. Оно рождается у меня в голове, так скажем. И сам образ изделия. Какое изделие? Мука для муки, там, допустим, сахарница, консетница. Придумываешь сам рисунок. Вы профессиональный художник? Где-то обучались этому? Я нигде не обучался, это у меня с детства. Но я с детства любил рисовать. Помню, в детстве мы выписывали журнал «Борвинок». Там такой кузнечик зелененький был нарисован. Красиво-красиво. Я еще, наверное, в школу не ходил. И я его нарисовал простым карандашом. Ну, а мать увидела, говорит, смотри, блядь. Прям один к одному. И вот с детства мне всегда тянуло что-то руками делать. Игрушек не было в детстве. Так мы делали. Я сам делал. Вот старые рубанки были вот эти, деревянные. И колеса приделывал. И игрались. А почему именно береста? А почему береста? Это так сложилось. Потому что, дойдя до бересты, я занимался, просто рисовал. В школе мои рисунки посылали в Пионерскую правду газету. На выставках всяких школьных участвовали. Ну, обычно художественная выставка. Класс соревнуется на тему осень, лето или зима. Рисовали рисунки. И там первые места. Ну, раньше, как говорится, извлекали детей чем-то. Сейчас нет. А постарше уже чеканкой стал заниматься. Тоже тянуло. Почему? Хочется познать что-то. А как это делается? А как это делается? Потом резьба под дерево немножко. Тоже попробовал. А с берестой как получилось? Это как раз был 91-й год. Вот эти годы, это 90-е. До этого я вязал шапки, петушки. У меня машин стоял в японской. Что только я не делал. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот я где-то поработал. И вот этот предводитель, который нас организовал эти шапки вязать. Мы надомники были. То есть, тогда все это прятали. Что надо, как-то не платить. Он говорит, слушай, Жень, ты такой рукодельный. Давай, говорит, я хочу организовать. Ну, он знал обо мне, что я занимаюсь там, как говорится, ручными работами что-то. Говорит, как тебе насчет вот, ну, берестой заниматься. Ну, я слышал до этого, берестяны. Как же, интересовался. Вот. Давай, говорит, мы снимаем старую школу в Салтыковке. Вот в Салтыковке мы все это начали. Вот собрались вот 15 человек. 15. Все, ну, не все, в основном были резчики по дереву. То есть, я не был, я все понемножку умел, ну, я не был там профессионалом. Они резчики по дереву, профессиональные ребята. Где-то человек 5 их было. Остальные так, значит, знакомые, друзья. И вот эти 15 человек, мы в классе сидим, помню, и привезли дедушку, который нам азы дал. Он взял туисок, кусок бересты, и показывает. Вот это так делать, вот это так, вот это так. Вот фотографии, тогда видео не было ничего. Альбом там как раз, значит, показал, все. Ну, мы начали делать. Делали мы штамповку. То есть, вот, вот этому туиску, вот в 91-м году он сделан. 91-й год. Вот ему сколько ушли. Вот он, что и бересте будет. Вот оно. Делали клише, вот замок собирали, штамповку делали. Здесь еще вставляли деревяшка. Вот оно. Также донышко деревянное. А вручную только оплеталось. Вот это мое начало. У вас своя технология обработки бересты, да? Это секретная информация. Нет. Вот, вот этому нас научили. Все. Значит, на горячем прессе отдавил, клише раз, шлеп, собрал в замки, оплел все изделия. Мы их штамповали. Ну, то есть, душа не лежала. Ну, не то. Не то, не то. Приезжают к нам с Кемерово, ребята. То есть, знакомые, хорошие, мы их пригласили к себе в наш, как говорится, в кооператив. Так его раньше называли. Они приезжали в Москву на выставку. И привезли они огромные туеса, которые я сейчас делаю. Я заразился. Или я эту энергетику у них украл или поймал. И когда они распаковали эти туеса, я держу в руке, вот такой огромный, помню. А там, типа, рыцари старинные. То есть, русских доспехов, как бы там, такие лемуромцы. Все, я держу его. У меня так вот здесь душа как разгорелась. Я все думаю. И я говорю, слушай, сколько он стоит? Интересно. Он говорит, ну, примерно Жигуля. Жигуль тогда 7 тысяч стоил. Это мне не за деньги-то было. А я когда и сейчас делаю, у меня не стоят деньги впереди. У меня просто, вот я свое хочу выложить туда, чтобы вот... Ну, то есть, даже другой раз я вот дома работал, я их собирал. У меня вот зал, у меня все заставлено было. То есть, сами, то есть, мне сбыта не было. То есть, я делал, делал, я делал, 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 делал. То есть, вот... Творческая энергия просила выхода просто, и все, да? Нужно, нужно, нужно. А кому нужно? А что мне жена говорит? А, достался с вами, бери. Ну, кому они нужны? Ну, я говорю, а мне вот хочется делать, и все. Бросал, да, занимался квартирами. То есть, вот, 90-е. Дачи, коттеджи делали. Ну, по дереву я там обделал. Вот. А, ну, и вот эти сибиряки. Я это, когда турист взял в руки, у меня вот здесь загорелось, я сам себе сказал так, в уме. Я этого наручусь. И я у них не спрашивал, как, что делается. То есть, я эту технологию знал. А плетение, вот это, резьба, давленка. Вот сейчас, вот, допустим, вот это вот выдавлено. Это не штамповка, это руками все сделано. Давайте покажем поближе. Вот, допустим, вот это не штамповка, это ручная работа. Это руками выдавлено, как бы, чеканка по бересте. Нет, давленка по бересте называется. Есть сибиряки, в основном, делают клише. И давят на горячем прессе. А вот это сделано вот этими руками. У меня есть специальные инструменты, которые я сам придумал. Их нет в мире нигде. Вот чем я вот это делаю? Это у меня специальные инструменты. То есть, каждое изделие, оно уникально. И каждое изделие, это авторское изделие, не повторяется. А одинаковых, никогда, если человек делает ручную работу, все руками, никогда не повторишь. Даже сделаешь два одинаковых, все равно. Берестяные изделия, это живые изделия. А где материал берете? А материал я заказываю, опять же, у знакомых из города Томска. Ну, из Томской области, так скажем. Сибирь. Сибирская. Сибирская, это чисто сибирская береста. Она очень эластичная, она толстая, тонкая. То есть, ее можно, ну как бересту, тебе она тоненький, ты ее чистишь просто, она тоньше становится. Допустим, для... Еще нужно чувствовать бересту, чтобы, допустим, вот это сделать изображение на бересте, нужно найти такую бересту, на которой это ляжет. То есть, это только мастер может это видеть. Это я объяснить не могу. А где можно приобрести такие уникальные изделия? Как можно найти ваши изделия, вот если, допустим, кто-то желает приобрести? Приобрести только у меня можно их, я нигде не продаю их. То есть, не сдаю магазин. Ну, мы дадим тогда информацию. Ладно, да. Просто можно заказать у меня, ну, значит, в интернете есть, вконтакте есть моя страничка. Там можете со мной пообщаться. Благодарю вас за беседу. Желаю вам творческих возможностей еще больших. Желаю вам доброго и сумеющего оценить ваши изделия покупателя. Благодарствую. Добра всем. С вами была Елена Андреева и Евгений Победус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok